Здравствуйте! Сегодня четверг, 25 февраля. В эфире новости от Макси Маркетс. В этом выпуске прогноз по основным валютным парам и драгоценным металлам, макроэкономические новости, обзор календаря экономических событий, а также видеоуроки для опытных и начинающих трейдеров. Фиксация локального минимума на уровне 1,0960 для евро-доллара, а затем возврат к уровню открытия на вчерашней торговой сессии, характеризует отношение участников рынка к этой валютной паре как явно неоднозначное. С одной стороны, продолжающееся снижение курса на данный момент не дает оснований для покупок единой валюты. С другой, перекупленность доллара в комплексе с технической фигурой разворота удерживают трейдеров от продаж. Начало сегодняшней европейской торговой сессии покажет нам, какое из опасений окажется более существенным и куда направится рынок в ближайшей перспективе. С нашей точки зрения, более вероятным представляется завершение локального нисходящего тренда и рост курса валютной пары к уровню 1,11 на протяжении ближайших торговых часов. Курс британского фунта по отношению к доллару США продолжает двигаться в рамках нисходящего тренда, последовательно преодолевая исторические уровни поддержки. Достигнув минимального в текущем десятилетии значения 1,3875, в середине вчерашней европейской торговой сессии курс валютной пары скорректировался в район отметки 1,3930, где и продолжает находиться на данный момент. Начало сегодняшних торгов в Старом свете, вероятнее всего, будет проходить с относительно низкой волатильностью в ожидании публикации данных о ВВП Великобритании. Судя по прогнозам большинства аналитиков, ключевой показатель экономики Соединенного Королевства не покажет существенных изменений, что вполне может стать триггером для возобновления нисходящей тенденции. Повторного тестирования уровня 1,3875 и его достаточно вероятного пробития. Торги золотом сегодня стартовали от отметки 1224 доллара. Оттолкнувшись от 50-дневной трендовой линии, цены драгоценного металла продолжили восхождение. Похоже, что этот актив, используемый как убежище во время рыночных потрясений, пользуется спросом у трейдеров. Несмотря на кажущееся спокойствие, царящее в среде инвесторов золото продолжает привлекать интерес. Длинные позиции могут быть ориентированы к уровням 1239 и 1244 доллара. Достигнув последнего, котировки окажутся на границе очередной временной зоны Фибоначчи. С началом торговой сессии серебро демонстрирует меньшую по сравнению с золотом волатильность. Цены концентрируются перед рубежом 15,27 доллара. Здесь котировки остановлены совпадающими 50- и 100-дневными скользящими средними. Преодолев этот барьер, серебро направится к уровню 15,28 доллара, где встретится уже с 200-дневной трендовой линией для часового графика. Возможный коррекционный сдвиг вниз от этой точки будет, как ожидается, неглубоким до уровня 15,25 доллара. На подобное развитие сценария указывает и очередная граница временной зоны Фибоначчи, расположенная как раз на отметке 15,28 доллара. Внимание! Завтра в 16.30 по московскому времени в Соединенных Штатах выйдут обновленные показатели ВВП. Свежая статистика может повлиять на волатильность американского доллара и увеличить возможность заработка. В долгосрочных прогнозах по паре евро-доллар аналитики крупных банков, таких как Goldman Sachs и JP Morgan, предполагают нисходящее движение. Оставайтесь в курсе событий, открывайте сделки, зарабатывайте на новостях. Информационный видеоканал Максимаркетс теперь в прямом эфире на Ютубе. Подпишись и будь в курсе. Подпишитесь на канал Максимаркетс ТВ. Будьте в курсе событий. Для подписки перейдите на сайт Ютуб по значку в правом нижнем углу видео. Нажмите на красную кнопку «Подписаться». Будьте в курсе событий. Открывайте сделки, зарабатывайте на новостях.